Всем доброго времени! Сейчас узнаем какой материал пришел мне на проработку вот в этой посылочке. Посмотрим, я открою. Здесь кило семьсот пятьдесят. Вес какие-то платы. Что здесь? Ну вот чуть-чуть позолотка. Такие платы не нужны. Платы с мобильников. С деталями, да. Вот клигатура какая-то. Видимо, что импорт. Да, это импорт. Вот такие микросхемы советские, наверное. Нужно посмотреть. Зачем это? Сейчас посмотрим. Так, друзья. Изучайте, что нужно собирать. Зачем это собирать? Выбросить жалко что ли? Такое никто не прорабатывает. Ну такое тоже. Что здесь? Детали, забрали и все на этом тоже. Выбросили или если где-то принимает вот такие пустые. Сдайте. Здесь вижу советские. Вот такое нужно собирать. Процессоры. Немножко сюда бросили советские детали. Советские детали здесь хорошие, да. Потом посмотрим, когда буду перерабатывать. Здесь КТ-315. Немножко. Вот тоже вот такие диоды или что они. Тоже не стоит собирать, там ничего нет. Индикаторные лампочки, то есть диоды. Так. Здесь, наверное, тоже сброды разные. Сколько видео. Море видео на ютубе показывает все, что собирать, что не собирать. Даже если оно не прием. Вот это все, ну попробуйте сдать его. Кому оно нужно? Вот это все. Здесь лигатура. Видимо, советская уже, да. Советская лигатура. Это хороший материал. Так. Чего начну? Вот с этого начну. Сейчас. И вот это. Все вместе. Сейчас я весы выгружу. Приготовлю стаканы. И работаем. Подготовил материал. Были вот такие разъемчики. Снял контакты. Клигатуру. Вот еще что-то. Пакетики. Сейчас сюда выложу. Что-то там импортные, непонятные. Только мешаться будет. Вот это ерунда. Видим, да. Даже КМ-конденсаторы сорваты. Медиа снял. Здесь золота почти нет. Можно сказать нет. Это нормальные процессоры. Сейчас взвесим весы. Положим лоток. Включим тара. Загрузим. Вот такие детальки. Почти 150 грамм. Ну и здесь. А здесь видим коронка. Одна и здесь. Это вторая. Вот она. Это железка с напилением. Даже непонятно, что там напиляется. Я вот такие даже в руки брезвую брать. Видно, что там белое видно. Вот. Сейчас. О. Железо. А чем покрыто, я даже не знаю. Возможно, не золотом. Здесь тоже то же самое. Там скушалось. Вот это покрытие. И там белое. Короче, сюда бросаю. Вот такой вес. Вот здесь вот транзисторы видим. Это 814 подобные. Вот такие детальки. И сюда же ложим эти процессоры. Вот. Это только вес добавит. А толку. Вот с этих толку никакого нету. 325 грамм. Вот стакан. Я это возьму в руки. В руки возьму. Вот стакан на 3 литра. И всыпаю сюда. Вот это хороший красивый материал. А здесь только два процессора хороших. А то ерунда. И заливаю электролитом. Электролит. И сейчас добавлю азотки. Сначала немножко, потому что сразу пойдет бурная реакция. Нужно следить. Вот так чуть-чуть. 20 миллиметров. Ставлю на плитку. Включаю вытяжку. Как только все вытравится вишнее, затем только включусь. Вытравил почти все. Там на выводах, конечно, магнитное осталось. Я проверял магнитом. Там вытравить невозможно. Только царь. Сейчас я его сюда залью. А мы посмотрим на коронки. Вот они коронки такие. Вот. Вот эти железяки. Они даже не растворяются в азотке. А покрытие, оно просто растворялось. Растворялось. Не слазило так, как желудка. А растворилось. Я наблюдал за этим. Спросите у стоматологов. Они знают, чем покрывается вот это железо. Ну, это не железо, конечно. Какой-то сплав. Ну, заливаю сюда царскую водку. Растворю. Затем профильтрую. И будем осаждать золото. Вот с такого количества позолоты. Вот такой раствор золота. Видим, что железо там присутствует тоже. Кроме золота. Значит, кислоты я погасил ацетатом натрия. И сейчас вливаю гидрозин соляно-кислый. Понемножку. Вот он насыщен. И золото восстанавливается. Раствор почти закипел. Ну, как только там восстановится золото, как он там восстановится, потом посмотрим. Более всего, что упадет пель. А, возможно, и скаугулируется. Я сейчас включаю вытяжку. И включусь уже, когда золото выпадет. Ещё можно доливать, потому что пенка жёлтая. Ого. Кислоты ещё оставались. Ну, погасим их гидрозином. Вот так, пока не появится белая пенка. Ну, то есть прозрачная. Пока жёлтая видим, да. Ну, всё, я включаю вытяжку. Золото выпало пылью. Дождался, когда упадет на дно стакана. Слил жидкость. И вот отмыл осадок вот уже в чашу. В чаше это золото собирается по сфере. По сфере чаши. Затем я вот так вот прессую. Вот так делаю периодически. И оно оседает. Ну, в центр сферы. Уплотняется. Затем ещё жду. Сливаю жидкость. Затем по новой заливаю чистую воду. И снова так же делаю. Жду. И таким образом вот промываю. Ну, чтобы не перерастворять. Не коагулировать его по новой. Вот так делаю. И сейчас тоже солью эту жидкость. Это я уже третий раз сделал. Сливаю жидкость. Ещё соберу росинкой. Смою. По стенках сферы. В центр. Ещё постучу вот так. Сливаю жидкость. И буду сушить. Вот таким образом промываю вот эту пыль золота. Ну, она чистая, красивая. Уже после промывки. Высушу. Затем взвесим. Вот так высушил. Сейчас соберу кучку. И взвесим. Сцарапал. Взвесим. Грузим. Здесь буду плавить. В этом тигле. О! Ничего себе. 4 грамма. Неплохо. Здесь ничего уже нет. Сейчас плавлю глянем на слиток. Возможно, немножко меньше будет. Смотрим. Смотрим. Ну, вот он. Дёготь. С импорта. На тигле. И вот такое золото. Оно, конечно, не совсем чистое. Вот. С этого импорта. Взвесим этот крыльок. Вот такой вес. 3,760. Ну, почистить будет 3,700. Если бы не это, было бы, конечно, больше. Примеси попали. Так. Ну, такой, конечно, выход. Материал неплохой, но если бы не этот импорт. И на этом я прощаться не буду. А встретимся буквально через 12 часов. Ну, максимум, возможно, через сутки. Вот. По поводу остального материала. Вот он, материал. Тема будет интересная, познавательная, поучительная. Так что заходите, не пропустите.